Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который задают. Первое, по слову, чего я не могу понять, это то, в чем ваш конфликт. Ну, видите вы, что машина ведет неподобающе, ну, видите вы, что человек у вас ни во что не ставит, ну, видите вы, что человек не следует тем, тем ценностям, которые есть у вас, например, ну, вы же просто можете с ним расстаться и все, ведь квартира ваша, значит, условно говоря, он как бы, ну, он не может находиться на этой территории без, ну, без вашего разрешения, понимаете, какая штука. И вот это очень важный момент. А вы, получается, позволяете ему это делать? И нет, пока у меня, например, достаточно четкого понимания, почему, почему вы позволяете ему находиться у себя в квартире, и что мотивирует вас продолжать, как бы, это делать, да? Почему вы его не выставите и так далее. Вот. Это первое. Второе. По опыту я могу сказать следующее. Что если человек так себя ведет, то, скорее всего, он отражает ваше собственное отношение к себе. И его обесценивающее отношение к вам – это ни много ни мало обесценивающее отношение вас самой к себе и то, как вы к себе, к сожалению. Относитесь. Осталось только понять, в чем причина такого отношения к себе, почему вы так к себе негативно относитесь. Почему вы себя, например, обесцениваете, с чем связано, что вы себя обесцениваете. Может быть, вы боитесь остаться одна, а может быть, что-то, что-то еще. Ну, в любом случае тут нужно разбираться. Разбираться там, потому что по-другому, по-другому. Ну, иначе ситуация может принять, ну, такой, на мой взгляд, достаточно неприятный момент. Стация может выйти из-под контроля окончательно. В том смысле, что вас могут вообще предназначить, уважать и так далее. Ну, повторюсь, пока мне не очень понятно, почему вы позволяете своим мужчинам все это делать, да? И вот то, что вы говорите, как мне разрулить эту историю, я, честно говоря, ну, тоже хотел бы задать вам такой вот встречный вопрос. Как разрулить, чтобы что? Понимаете? То есть, у вас нет по факту четкой позиции, ну, своей четкой позиции. То мужчина, ну, понятное дело, навязывает вам свою позицию, что, по-моему, вполне логично. Как вы думаете? А если вы не хотите, чтобы вам навязывали позицию, то нужно, чтобы эта самая позиция была у вас. И получается, таким образом все довольно логично, как мне кажется. Вот. Хотя, конечно, уже вы можете быть со мною и не согласны в этом смысле. Ну, хорошо. Давайте разберем ваш вопрос более подробно. Я два года живу с мужчиной. Пишите в последнее время ссоры. Ну, в первую очередь здесь нужно спросить. Так. Вы живете с мужчиной два года. Почему? То есть, ну, насколько вы согласны, например, и считаете адекватной вот эту позицию, что с мужчиной можно жить. Ну, просто жить без, там, замужества и так далее. Вот. Это война. Потому что вы к этому подходите и вас это, к сожалению, обоценивает. То, что вы позволяете жить с мужчиной, но при этом не обзаводитесь с ним, с семьей, ну, с семьей, да, и, ну, не закрепляете вашим отношениям с ним. Ну, дальше. Последнее время ссоры. Из-за чего? Ссоры. Любые. Это очень часто результат страха близости. Результат неудовлетворенности, в том числе интимного плана. И накопления агрессии. То есть, вы ссоры представите определенную цель. Которую, да, сейчас, может быть, не очень-то, не очень-то в ней отдаете себе отсчет. А все. Дальше. Много раз уходил, но всегда возвращался. Это значит, что вы человек уничный. Это значит, что он у вас нуждается. И это значит, что уходит он скорее всего для того, чтобы просто показать вам свой характер. Вот. Но, на самом деле, уходить он не собирается. Потому что ему это не нравится. Вот. Дальше. Идем. Следующий момент, на который вам нужно ответить. Но следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Я уже не понимаю, есть ли любовь у него ко мне или это просто привычка. А что к нему у вас, Елена? Вот. Вы говорите про, ну, про него. Да? Вот. Я не понимаю, что у него ко мне. А что у вас? Как я понимаю. Вот. Вы-то сами. А что чувствуете? Что вы-то сами как относитесь к человеку? Вот. Вот. Это важно. Достаточно. Ха. Так, по длиннее время я все больше понимаю, что мне хочется спокойную, мощливую и удобную судьбу. Я думаю, что-что вы вполне можете быть такой. Вполне можете быть такой. При условии, что в глубине души вы полагаете, что это стоит того, ну, то есть вот, быть молчливой, покорной стоит того, чтобы быть с мужчиной, например. Вот. Мужчина, он вероятно это считывает и дает вам ту самую обратную связь, которую вы, ну, сами инициируете. То есть, отзеркаливает вас. Дальше. Он насколько говорить молчи, не спорь, не пробивает войны, неинтересно. Ну, это откровенное обесценивание. Он считает, что когда прав, он умный говорит только он, а я туплю. Так. И как вы считаете, это нормально? В общем, вся история того, чем по любой ерунде, отказанная не в тем или не под настроение разговаривать, заводится. Я мешаю, я увлекал. Сравни отстать. Кричал сегодня, что со мной так и будут разговаривать, раз я не догоняю с первого ра... эм... Ну, с первого ра... С первого ра... И... Что вы хотите с этим делать? Блората говорит отстать. Кричал сегодня на трете будут посылать. Хочу всего не раз коричал, чтобы я шла туда. А вы это как-то... Приватировать? Или как? Так. Я ему сказала... Так. А... Насчет... Просто говорить отказывается всегда, сразу ссора. А... Нет. Нет. Вот. Видите ли, ссора может быть только, когда вы сами участвует в ссорах. Проблема может быть. А если вы сами не участвуете в конфликте, то ссора скорее всего не случится... не случится... Ну... Понимаете? То есть это очень... Важно. Дальше. Я понимаю, что и моя вина есть, но не хожу такого... Отношения. И говоря, что есть ваше... Вина... Что вы... А что вы... Вы имеете в виду? Ну... Конкретно. Что... Что конкретно вы имеете в виду? Не хочу такого отношения. Я ему сказала, что... Жить не хочу от мужчины, который будет вечно послать меня. Он живет... А... У меня... Он орал, пошел, сходил в душ попил чаю и завалился в пат. Ну, здесь я могу сказать, что человек первым инструментом в эфире. Это второе. Это то, что вы... Выбрали немножко... Ну... А... Не подходясь в тактикум. А вот... А вот... Машине нужно действовать. Именно действовать, а не говорить. Вот. Вы не именно говорите. И в этом... Ваша... Ошибка. Потому что... Говорит... О-о-о... С таким... Своей особого смысла... Нет. Понимаете? Дальше. А-а... Я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что. Я так что-то не хочу. Я понимаю, что походу тут вообще любви нет. А что у вас-то есть? Окей, вы не хотите жить так. А что готовы для этого сделать? А ведь мне слышит грубость. Что, да и то, что меня подходит, я так не хочу. А хотите-то как? И что готовы делать для этого? Помогите разорвать ситуацию, чтобы не просто вот так, у меня ничего не было и так надо. У меня складывается. Такое впечатление, что вы хотите человека наказать. Как будто бы. Пусть образно-образно образнётся, и будет обиженно выстроить, что я заслужила сама-то сама такое отношение. И вы чувствуете себя виноватой в такие моменты? Почему? Сама-то сама не могу сообразить как поступить, как себя идти после свода. Как вести, чтобы что. Елена. У меня такое ощущение, да? Так, что у вас есть определённые ценности. Именно ценности. Но вы как? Вы не готовы их отстаивать что ли? Как мне кажется. Как мне кажется. Что-то вот. то есть. Ну, в толку от вас, например, от вас я хочу-не хочу, если вы ничего не готовы для этого делать. Вот. Такая вот история. Удачи! Удачи! Удачи!